МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Новое задание для креативных агентов Art&Image. Найти необычный образ-компромисс. Наша героиня, гипнотерапевт и НЛП-тренер ищет свой индивидуальный гармоничный стиль. Как совместить представительную профессию и изысканность молодой леди в гардеробе? Тренды нового сезона от ведущих экспертов Art&Image, что сегодня представляют известные подиумы и что надеть завтра, чтобы быть в тренде? Специалист в области прогнозирования моды и актуальных тенденций Татьяна Кулахметова расскажет о тенденциях и модных цветах нового сезона. А звездный консультант по имиджу Наталья Давыдова поможет подобрать эффектный образ для первого свидания. Слова ремиджмейкера. Профессиональные секреты для каждого. Теория на практике. Что такое лук? Кто и для чего придумал милирование? И из чего состоит полноценный костюмный ансамбль? Что обозначает тренд и рабочая капсула? Оценка нового образа героини. Какие модные решения найдут креативные агенты Art&Image? И оправдает ли предложенный образ запросы и ожидания героини? Ответы в нашей программе. Сегодня за помощью к профессионалам Art&Image обратилась Татьяна из Москвы. Ей 29 лет. Работает НЛП-тренером. Молодая девушка просит помочь ей найти гармоничный образ, который выделит ее из серой толпы. Привет! Меня зовут Таня. Я работаю НЛП-тренером и гипнотерапевтом. И моя работа связана с людьми, поэтому у меня достаточно энергичная жизнь, постоянные встречи, выступления. Мне сейчас 29 лет, и я немножко не знаю, как мне одеваться таким образом, чтобы чувствовать, чтобы выглядеть соответствующе своему возрасту. Я знаю, как в выходные можно одеть удобную спортивную одежду, и знаю, как выглядеть несколько старше своих лет. Но мне достаточно сложно подобрать образ, который передает мое внутреннее состояние. И поэтому я обращаюсь за помощью к специалистам, и прошу помочь найти образ, который будет передавать мое понимание себя, как молодого специалиста, как женщину, которой скоро будет 30 лет. Ольга Малюга и Наталья Гольдман – дипломированные имиджмейкеры, выпускники Института репутационных технологий «Арт эн имидж». Их специализация – индивидуальный и корпоративный имидж. В этом направлении они успешно работают уже более 7 лет. Главный секрет профессионального успеха, по словам Ольги и Натальи, – постоянное повышение квалификации. Именно поэтому наши имиджмейкеры – активные участники российских и международных семинаров по актуальным тенденциям моды, обучающих программ по имидж-менеджменту, открытых тренингов и мастер-классов мировых дизайнеров фэшн-индустрии, которые проводятся в Институте репутационных технологий «Арт эн имидж». Цель работы имиджмейкеров Института «Арт эн имидж» – не только подобрать правильный гардероб, но и услышать, понять и проявить индивидуальность персоны для достижения успеха в личной и деловой жизни. Наталья Гольдман и Ольга Малюга помогут соединить содержание и форму. «С нами вы найдете свой стиль», – говорят Ольга и Наталья, а значит, станете в прямом смысле эксклюзивной персоной. Не бывает непривлекательных людей, убеждены наши имиджмейкеры. Бывают лишь неправильные образы. Чтобы узнать независимое мнение о нашей героине, мы обратились к обычным прохожим. Что они думают о внешнем виде Татьяны? На вид лет 30. – Лет, ну, может быть, 25 до 30, вот так. – Сложно сказать, но от 30 до 35. – А как вы думаете, а кем бы она могла работать? – Работать? Не знаю. – Ну, например, она могла бы работать менеджером в какой-нибудь крупной организации или, например, психологом? – Нет, не думаю. – Вы знаете, нет? – Нет. – Совершенно не похожа? – Совершенно. – А как вы думаете, есть ли у нее молодой человек? – Ну, возможно, есть, возможно, есть. – Не знаю. – Думаю, нет. – Она бы могла с собой сделать что-то большее. – Как происходит один из важнейших этапов работы с персональным имиджем нашей героини? – Как грамотно составляется индивидуальный гардероб? Чтобы узнать это, отправляемся к нашим имиджмейкерам в специальную лабораторию. В лаборатории имидж-студии на Сретинге Наталья и Ольга создают образ по запросу героини нашей программы. Задача Ольги и Натальи – подобрать гармоничный гардероб и создать образ героини, соответствующий возрасту, статусу и профессии. При этом Татьяна должна остаться яркой, модной и утонченной. Для создания эксклюзивного образа выпускниками Института Art & Image предоставлены все профессиональные инструменты и возможности – персональные консультации, семинары и мастер-классы для тех, кто ценит индивидуальность и кто нацелен на успех в деловой и личной жизни. Пока имиджмейкеры Art & Image Наталья и Ольга колдуют над новым образом героини, наш эксперт по моде Татьяна Кулахметова расскажет, что же модно в этом сезоне носить истинной леди, чтобы выглядеть респектабельно, элегантно. Каждый сезон в моде бывают базовые цвета и модные цвета сезона, обычно яркие. Уже третий сезон в моду входят пастельные оттенки, и, как это ни удивительно, их можно отнести к базовым. Летом 2014 года базовым цветом будет белый, светло-серый, разных оттенков и, несомненно, пастельные тона. Пастельные – это обширная группа цветов, которые напоминают мелки, разноцветные мелки. Яркие, сочные оттенки, разбеленные до состояния бледных, светлых оттенков и цветов. В чем особенность пастельных тонов? Они безупречно сочетаются друг с другом. Нет никаких проблем, чтобы сочетать самые разные цвета пастельных оттенков друг с другом. Между тем, многие дизайнеры предлагают пастельные тона Total Look, с ног до головы. Например, у Versace мы находим целый ряд таких примеров. Интересно, что среди всех пастельных оттенков мы можем выбрать тона воды и неба, то есть это блекло-голубые, бирюзовые, салатовые оттенки. Очень много оттенков теплой палитры, например, телесные, кремовые, разнообразные розовые и лососевые тона. Из желтых мы можем встретить очень блеклые, салатово-желтые, лимонно-желтые оттенки и разбеленную охру. У Кельвина Кляйна мы видим с вами замечательный мятный тон и действительно мятные оттенки очень популярны. Кристофер Кейн – одна из самых показательных и очень влиятельных коллекций сезона. Кельвина Кляйна демонстрирует огромное разнообразие пастельных тонов, которые сочетаются не друг с другом, а с интенсивными цветами особенно металлизированного характера. Например, у DKNY мы обнаруживаем большую подборку цветов, которые сочетаются друг с другом. Предполагается, конечно, что это подиумный вариант. Между тем, смелые девушки всегда могут решиться на такую комбинацию и использовать одинаково в равной степени популярные сиреневые, бирюзовые, желтые тона. Обращаю внимание на то, что у DKNY вся эта коллекция представлена в спортивной стилистике. И поэтому, например, футболки или рубашки пола, плащи или аксессуары, например, в виде спортивной обуви могут быть в очень ярких и интенсивных тонах. Действительно, пастельные оттенки очень хорошо переносят как белый цвет, с которым они безупречно сочетаются, так и некоторую гамму очень интенсивных модных тонов, таких как, например, пламенеющие красные, оранжевые. Очень красиво смотрятся с палевыми, голубыми или бирюзовыми тонами интенсивные электрические оттенки, зеленые или синие. Превосходные салатово-зеленые тона в коллекции про Балгурунг. Коллекция Роберта Каваля в этом сезоне особенно удачна и почти полностью построена на очень сложной и очень красивой палитре пастельных оттенков. От теплых, кремовых, телесных до розоватых и лососевых. Спорт Макс демонстрирует нам, что действительно спортивная стилистика, особенно в рамках 80-х, будет выглядеть замечательно ровно в пастельных тонах. И, конечно, коллекция Бёрбери, в которой большое разнообразие пастельных оттенков, особенно водно-небесной палитры. Замечу, что пастельные тона безупречно выглядят в сетках, в том числе в спортивных сетках, которые являются важным трендом сезона, а также в кружеве, которого тоже очень много, и который создаёт правильные аэрированные структуры, позволяющие волшебно создать летнее настроение. Слова римиджмейкера. Тренд, тенденция, направление в развитие моды определенного периода. Лук, гармоничный, завершенный образ. А в это время над новым образом нашей героини работает Михаил Кравченко, стилист-барикмахер. Один из ведущих специалистов Москвы. По праву носит почетное звание парикмахер-модельер. Дипломированный выпускник Института репутационных технологий Art&Image. Михаил Кравченко подходит к созданию образа комплексно, учитывая все данные – телосложение, цвет кожи, структуру лица и даже характер героини. Михаил виртуозно делает самые сложные стрижки. Мастерски владеет современной техникой окраски волос и также искусно владеет самыми модными техниками мейкапа. Золотые руки и безупречный вкус Михаила Кравченко. По достоинству оценили телезрители программ «Рецепт ее молодости». Снимите это немедленно и телепроекта «Красота требует». С большим успехом проходят мастер-классы Михаила и в Институте Art&Image. Задача номер один – изменение цвета волос Татьяны. При этом меняется не только цвет, но и состояние главного украшения каждой женщины. Нашей героине не хватало ухоженности в волосах. Но благодаря использованию светотеневой коррекции в технике «Омбре» нам удалось не просто добиться насыщенного вкусного цвета, но и получить блестящие и здоровые волосы. Следующий этап – стрижка. Хотите начать новую жизнь, измениться и стать решительной – подстригите волосы. Для нашей героини символом новой жизни стала новая стрижка и особый акцент – смелая асимметричная челка. При этом, благодаря укладке, прическа выглядит очень легко и динамично, сохраняя женственность Татьяны. И, наконец, завершающий этап – макияж. Лицо, излучающее сиание, невольно притягивает взгляд. Чтобы добиться такого впечатления, мы использовали пудру с эффектом легкого мерцания. А для выразительных глаз мы выбрали тени, приглушенные коричневой гаммой. Последний штрих – полупрозрачный блеск на губы. Слова римиджмейкера. «Омбре» Это одна из техник окрашивания волос с использованием двух или более тонов. Градация идет от темного к светлому или наоборот, что создает эффект отросших корней или выгоревших волос. Наша героиня – не только успешный специалист, но и молодая девушка, для которой, как для всех дам, перед свиданием с любимым человеком стоит один вопрос – что же надеть? Звездный эксперт по имиджу Наталья Давыдова расскажет несколько секретов о том, что надеть, чтобы произвести нужное впечатление. Сегодня мы с вами поговорим о том, как и в чем пойти на свидание. И основные два вопроса, которые вы должны себе задать. Первое – это куда вы идете, и второе – какое впечатление вы хотите произвести на своего мужчину. Ну а моя основная задача – рассказать вам, как произвести нужный эффект. Итак, первый вариант решения, который мы вам предлагаем. Итак, самым простым вариантом решения данного вопроса будет приобрести, либо посмотреть в своем шкафу на наличие платья-футляр. Оно может быть абсолютно базового цвета, бежевого, серого и черного. Но, чтобы данное платье не выглядело так скучно и обыденно, нам, конечно же, его нужно обыграть. Первый вариант решения – это добавить к данному платью бусы в тон, и, соответственно, образ будет казаться довольно-таки простым, воздушным, но тем не менее интересным. Вариантом номер два – если вы хотите продемонстрировать какие-то яркие вещи своего характера, яркие ноты своего характера, вы можете добавить платок с интересным ярким принтом, который будет довольно-таки зачастую ироничным, но тем не менее ваш образ будет артистичным и запоминающимся. Третьим вариантом, для того, чтобы ваш образ звучал более консервативно, мы добавим бусы в черном цвете. Бежевые ботильоны в тон платью, но обратите внимание, для того, чтобы нам поддержать черный цвет в бусах, здесь у нас есть элементы дизайна тоже черного цвета, соответственно, тогда два эти элемента будут хорошо гармонизировать друг друга. Конечно же, нам понадобится с вами верхняя одежда. Бежевая, теплая, очень комфортная с точки зрения тактильности пальто будет завершением данного лука. Ну и, конечно же, на свидании вам не обойтись от маленькой сумочки, маленького черного клатча, и ваш образ готов. Представьте себе, что ваш мужчина позвонил вам буквально за час, и за час вы должны сделать свой образ очень красивым, очень комфортным, и, естественно, ваш образ не должен транслировать то, что вы очень тщательно собирались на это свидание. Давайте посмотрим, как это может быть. Итак, в любом базовом гардеробе уважающей себя женщине должно быть трикотажное платье. Как мы видим здесь на нашем манекене, оно у нас серое, серого цвета. Давайте посмотрим, как мы его можем сделать более интересным, более звучным и более комфортным, потому что, скорее всего, вы пойдете куда-то на пешеходную прогулку, ну и максимум в кафе, либо в кино. Итак, данное серое платье мы с вами должны сделать более интересным, или, я бы сказала, более сложным. Что мы можем сделать в данном варианте решения? Это добавить по принципу подобия, а именно по плотности ткани, такую же трикотажную накидку. Но данный образ и данный лук будет более звучным, если серый цвет соединится с бежево-коричневым оттенком, и тогда образ будет смотреться очень мягко и приятным глазом. Чтобы образ не был таким блохонистым, мы здесь добавляем легкий ремешочек, который позаимствовал цвет ткани верха. Далее, наверх мы надеваем еще одну верхнюю одежду из более плотного трикотажа. Добавляем объемный шарф, который создаст еще более мощный эффект многослойности. И очень прекрасные ботильоны, которые у нас повторяют фактуру нашей верхней одежды. Посмотрите, насколько вам будет комфортно гулять с молодым человеком в данном образе. Все белое. Если вы хотите быть снегурочкой, то данный вариант для вас. Обратите внимание, что здесь мы уже сменили платье и юбки, мы сменили на очень лаконичные, красивые, струящиеся брюки. Сверху закомбинирован очень великолепный трикотаж, но обратите внимание, насколько они немножечко отличаются по цветовым пересечениям, по цветовым оттенкам. Дополнением данного образа будут служить, конечно же, очень красивые и элегантные бусы, которые придадут образу довольно-таки интересную, красивую, изысканную нотку. Здесь же нам помогут ботильоны, которые мы уже использовали ранее, но не бойтесь совершенно сочетать белый с бежевым. Это смотрится очень элегантно и лаконично. Завершением данного образа, как всегда, это верхняя одежда. Здесь мы тоже применяем белый цвет, но пальто у нас имеет такие яркие фрагменты, как и золотые пуговицы. Финишным аккордом будет элегантный воздушный белый шарф. Что можно сказать? Красиво, изысканно, довольно-таки издержанно, но очень нарядно. Рекомендация. Не бойтесь экспериментировать с белым цветом, не бойтесь экспериментировать с фактурой. Ваш образ должен транслировать всю нежность, всю элегантность и всю женственность. И с помощью данного ансамбля вы достигнете этого эффекта. Словарь имиджмейкера. Рабочая капсула. Набор взаимозаменяемых и комбинируемых вещей для повседневной жизни. Костюмный ансамбль. Набор вещей. Комплект, который нельзя разделять на отдельные элементы. Работа имиджмейкеров завершена. Самое время заглянуть в лабораторию и увидеть результаты кропотливого труда креативных агентов Art & Image. Лук номер один. Запрос на формирование рабочего гардероба или на профессиональном языке имиджмейкеров. Рабочая капсула нашей героини базировалась на таких главных характеристиках, как спокойствие, лаконичность и организованность. Мы предложили Татьяне следующую компоновку К. Спокойствие передает благородный серый цвет в трикотаже. Лаконичность транслируется через женственную силуэтную линию в юбке. Организованность в образе подчеркивается за счет аксессуара. Сумки с жесткой фактурой модного зеленого цвета. На наш взгляд, именно так должен выглядеть современный, молодой, а главное успешный психолог при работе с клиентами. Лук номер два. Один из вариантов рабочей капсулы мы завершили бежевым пальто, которое прекрасно сочетается с предыдущим образом. Добавили яркий акцент сапоги выразительного бортового цвета на устойчивом каблуке. Вместо компактного клатча на этот раз предложили вариант более вместительной сумки. Особый шик этому костюмному ансамблю придает необычное украшение, которое надевается прямо поверх пальто. Оригинально, тонко, изысканно. Лук номер три. Наша героиня Татьяна встречается с молодым человеком. Они любят часами гулять по тихим улочкам и скверам старой Москвы, а еще с удовольствием посещают выставки, музеи и уютные столичные кафе. Решением этого романтичного образа стало бордовое трикотажное платье в пол. Комплект дополняет стильный аксессуар в зоне лица, подчеркивающий женственность героини. Удобная обувь на плоской подошве в цвет верхней одежды – самая подходящая для пеших городских прогулок. Элегантность образа подчеркивает изящный клатч. Лук номер четыре. Изменить и дополнить предыдущий образ, а значит создать новый, можно всего с помощью двух-трех аксессуаров. Достаточно добавить светлый и комфортный трикотаж поверх платья. При этом обязательно подчеркиваем талию, используя контрастный по цвету ремень. Еще один акцент на шее, благодаря яркому украшению. Лук номер пять. Наша героиня – частый гость на различных творческих мероприятиях, поэтому и ее образ должен выглядеть ярким и запоминающимся. Наше предложение звучит так – будь смелее. Брюки со сложным рисунком смело сочетаем с блузкой нежно-розового оттенка. С выразительным принтом. Добавляем крупный аксессуар и образ заиграл творчеством. Стал ярким и привлекательным. Для комфорта героини был подобран серый трикотаж и туфли-лодочки такого же цвета. Дополнением нашего смелого комплекта стал необычный клатч сложной фактуры, который гармонично соединил рисунок брюк и украшения на шее. Редактор субтитров А.Семкин Чтобы узнать независимое мнение о нашей героине, мы обратились к обычным прохожим. Что они думают о внешнем виде Татьяны? Это та же девушка. Ого! Обалдеть! Что ты думаешь об этой девушке? Она очень красивая. Очень. Мне, в принципе, нравится то, как она одета. Мне нравится, соответственно, макияж, прическа. В принципе, мне кажется, что все подобрано довольно гармонично. Очень хорошая девушка. Я думаю, она успешна по жизни. Похожа ли она на тренера коуча? Вот больше похожа, да, на тренера, на коуча. Хотя, может быть, даже на, ну, если так, совсем можно даже на руководителей коуча. Думаю, да. Да, конечно. Я думаю, она могла быть психологом. Как ты думаешь, увидев эту девушку в театре, что бы ты о ней подумала? Что она очень успешная и довольно-таки воспитанная, красивая. У нее все в жизни отлично. Супер. Это действительно так. У нее действительно стало все отлично и супер. Сегодня был один из самых интересных дней в моей жизни. Этот день был непростой и достаточно длинный. Однако я была окружена вниманием команды арт-имиджа Института репутационных технологий. И большое спасибо за этот день, который я прожила сегодня вместе с вами. Спасибо за эту сказку. В следующей программе. Новое задание для креативных агентов «Арт энд имидж». Помочь карьеристу Михаилу найти уникальный, гармоничный стиль и завоевать уважение клиентов и коллег. Тренды от экспертов «Арт энд имидж». Как и что сочетать и что сегодня диктует мода. Как носить образы с подиума в жизни. Татьяна Кулахметова, историк и аналитик моды, расскажет об одном из самых консервативных стиля моды – мужской костюм. Как же он видоизменяется летом и зимой. А имидж-эксперт Наталья Давыдова раскроет секрет о том, как не совершать ошибок при выборе делового мужского костюма. И выглядеть респектабельно и элегантно. Сколько стилей в деловом гардеробе мужчины. Профессиональные секреты для каждого. Теория на практике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова